Папа! Война начала! Нет, что все-таки происходит? Почему мы стоим на каждом полустанке? У каждого столба. Ну, в чем дело? А вы не видите красного? Черт знает что. Вы и так на четверо суток опаздывали. Как будто мы не воинские шелок. Ну, наконец-то поехали. Филипп Андреевич, все поезда встречные. Раньше обгоняли, а теперь навстречу. По-моему, мы вообще едем в обратную сторону. Вечернее сообщение 13 августа. В течение 13 августа наши войска вели бои с противником на Гексгольмском, Старорусском, Смоленском, Белоцерковском направлении. Несколько дней назад наши войска оставили город Смоленск. КОНЕЦ Да, у них что-то случилось. Да нет, просто задержались. На четверо суток? Водичка из родника. Угощайтесь, а то с голода помрете. Не побрезгуйте, товарищ командир. Спасибо, отец. Не рассчитывали, что столько здесь просидим? Поезд. Точно поезд. Подъем. Вылазь. Приехали. Подъем. А ну, шевелись, слезай. Слезай давай. Леша. Подъем. Интересно, куда это мы приехали? Куда это нас занесло-то, а? Да, приехали. Здравия желаю, товарищ. Здравствуйте, Ведерник. Наконец-то. А где остальные командиры? Никого больше нет. Вот только Барышников, командир саперного взвода, сержант Соловей. Что? Больше никто не прибыл? Никак нет. Да быть того не может. Так. Ну, как говорится, назад не поедешь. Вероятно, штабные невязки. К сожалению, это еще бывает. Бывает, бывает. Принимай командование на второй ротой. Сержант, на третий. Максимально. Есть. Ускорить выгрузку, максимально. Есть. Старшина. Я. Побыстрее. Побыстрее. Есть. Побыстрее, ребята. Ну вот, ехали, не торопились. А теперь давай-давай. Да чего хватаете, как диверсанта? Иди-иди. Да ну отпустите. Держи его, Хагимбаев. На. Получай, Рясина. Не тебе меня ловить. Оставить. В чем дело? Вагон не приготовился, наш капитан. В центр залез. И без документов. Да есть у меня документы. О, орденов-то понавешал, а. Значит, имею право. Вот документ, справка из колхоза. Так, Демитков Ефим Иванович. Я самый. Это как же ты сюда попал из Смоленской-то области. Так очень просто, знаешь, капитан. Дом ездил продавать. У меня тетка по Благовещенскому в весной померла. А дом хороший остался. Вот я и поехал. Кроме меня некому было. А теперь куда? Так обратно домой. Родных повидаю и на фронт. Все одно через полгода призовут Я ждать не буду Не в ту сторону заехал Не в тот поезд забрался Так ведь воинский же Значит на запад, к фронту Ну ладно, разбираться нам некогда Пойдешь с нами Но товарищ капитан Я не могу Мне на фронт Вы не имеете права задерживать Вы проследите, чтоб он не убежал Ну что копаетесь Все в порядке, последних выводим Быстрее, быстрее Батальон, колонна по три Становись Но куда же мы все-таки приехали Что это за местность И почему нельзя по-человечески объяснить Учти, Арясина Я все одно убегу Предупреждаю, чтоб после не обижался Ну поглядим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шире шаг А куда это возгонит такой рысью Шленкин, не отставать Сейчас А у него задние ноги спотыкаются Ноги Говоришь много Зачем вы взяли, товарищ капитан? Куда ж он поедет? Его деревня уже под немцами Как? Он просто не знает А ваша семья? Пока никаких известий Мы допустили просчет В первых стратегических операциях А то что ж такое Не прошло трех месяцев Они заняли Прибалтику Подошли к Киеву К Ленинграду Оттянись, Шире шаг! Если нас привезли в тыл Для чего такая гонка? Я не понимаю Что вы? А потом ты понесешь А вы думаете, нам еще долго идти? Нет, Велик Андреевич Сразу подам рапорт Вон мальчишка И тот на фронт бежит Мужики Ну, водички Глоточек А? Нарясь Кипяченая? Кто? Ну, вода-то, говорю, кипяченая А то у меня желудок Это мне кажется Деревня Вон деревня, уже близко Мужики Мужики На фронт бежит Угр度 Мужики Вон деревьев Понятно Сити Затем Мужики Мужики Угры Здорово, капитан! Здравствуй! Здравствуй! Что случилось? Вчера заварушка была, сегодня приказ срочно эвакуировать семьи. Что, так серьезно? Да мы тут как на вулкане. Ты людям сразу скажи, что мы тут на волосок от войны. Воздух! Рассредоточиться! Воздух! Ну, самолет. Ну и что? Это японец. Разведчик. Как японец? Над нашей территорией? Тут граница близкая. Но ведь у нас в Японии нейтралитет. Я вас нему, товарищ капитан. Он у меня сейчас сквыркнется. Да нет, Эфим Иванович. Подождем. Да чего ждать-то? Винтовку только дайте. Не было приказа огня открывать. Понятно? Эх, жалко. Не растягиваться. Не растягиваться. Шире шаг. Выбираться. Я берусь. Там у меня есть, что там. Да, они. Иди сюда. Что, блин? Видите? Погранзастава. Там наберете воды. Не могу. Больше не могу. Хоть стреляйте. Вставай. Вставай. Ну, ну вставай же, Терентьевич. Шленкин, встаньте в строй. Сейчас. Я помогу. На речке, на речке, На том бережочке Мыла, Марусенька, Белые ноги Мыла, белила, Сама говорила. Мыла, белила, Сама говорила. Слыши, Марусеньки, Серые гуси Плыли комаром. Состава. Ружье. Погоним. Почему стреляют, а? В кого стреляют? Стой! Откнись! Направо! Равняйся! Ай! 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 Мирно! Товарищи красноармейцы! Поздравляю вас... ...с прибытием к месту службы. А где ж тут место? Здесь мы с вами... Построим военный городок... И здесь будем служить. Я понимаю, что каждый из вас хотел бы сейчас попасть на фронт и сражаться с фашистами. Но Родина приказала нам быть здесь, на Востоке. И мы этот приказ с вами выполним. Предупреждаю, что рапорты об отправке на фронт принимать не буду. Наша линия фронта здесь. Вольно. Разойдись, Ведерников. Винтовку с оптическим прицелом. Быстрее, быстрее. Ищите, а то острову забьется. Это что ж такое? Что это? Да не синий, шпионская. Черт, не успел выстрелить. Я бы его тоже снял. Я думал, ты давно переловил этих голубятников. Ну да, мы тут сложа руки сидим. Да ты не обижайся, слишком долго они здесь орудуют. А ты попробуй, перелови. Знаешь, с кем дело-то приходится иметь? Это ж бывший белогвардейцы атаман Семенов. Вон, любовница его, Маруська, недалеко, до сих пор проживает. Двадцать лет сидели, тихо скрывались, как клопы. Надежда появилась. Вместе с немцами и японцами маршку России освободить. Ты думаешь, как война с самураями будет, а? Лично я не сомневаюсь. Начнут. У них накоплен громадный военный потенциал. По сути, все государство превратили в военную машину. Лейтенант Ведерников у нас, стратег. Это у меня потомственные. И отец, и дед, и прадед в штабах служили. Привыкли мыслить масштабно. Ну, а Япония неизбежно ввежется в конфликт. Вопрос времени. Я тоже так думаю. Слишком момент удобный. Все наши силы на западе, вот у самураевы чешутся руки. Ударить в спину. Оруи. Как они воевать-то будут, комбат? Генерал. Товарищ генерал, вверенный мне батальон... Знаю, почему опоздал. Но рубеж обороны нужно занять своевременно. Полковник Дубов. Начальнику крепрайона. Знакомцы. Так. А ну-ка, Дубов, давай-ка нам карту. И побыстрее. У тебя гребенка есть? Гребенка? Ну, гребенка, расческа, ну что-нибудь. Спасибо. Задача есть, да? Так точно. Успеешь? Учти. Самое слабое звено, это твой участок. Понятно. И потом, вот еще, что бы ни случилось, не поддавайся на провокации. А может случить самое страшное, а ты выстань. Понимаешь, руки у нас связаны. Понимаю, это я. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу капиталу? А, я вижу, вы знакомы. Ну, две минуты. Больше дать не могу. Здравствуй, Павлик. Здравствуй, Катя. А я и думала, что ты на фронте. Да ты знаешь, отказали. Правда. А я и думала, что тебе никогда не откажут. Да вот ты не знаешь, что я надеюсь. А как твоя семья? Мальчишки, как? Товарищ мой врач, пора. Да, комбат, я навел справки, как обещал. Пока никаких известий. Будем ждать. Катя, ты его семью знала? Да, мы с его женой, школьной подруги. Судя по всему, его семья погибла. Под бомбежку попали. Ну, пойдем, пойдем. А ну-ка, давай-ка, сниму пробу. Ты чего наварил? Как чего? Суп, гороховый, концентратный. Ты знаешь, что он наварил? Ну, хочешь, я скажу, что ты наварил? Ну, чего, чего? Ну, ты брось. Ты прекрати так выражаться. Ты видел, какую мне воду привезли, а? Ну, сказать, на чем я готовлю. Вот это вот действительно не вода. На. Попробуй. Пошли. Спасибо. Я на гражданке даже ресторанную пищу не мог переносить. Эй, где остальные, а? Ребята! Красноармейц, Симочкин, подъем. Что такое? Пойдете в наряд. Повторите, как положено по уставу. Положено отвечать. Красноармейц, Симочкин, пост принял. Вот так и отвечайте. Шакалы. Они людей не трогают. А я их совершенно не боюсь. А это что это? Ведь это же город. Город только за кордоном. Японцы? Манчжурия. Но все равно там японцы? Красноармейц, Симочкин, принимайте пост, как положено по уставу. Есть. Товарищ сержант, красноармеец Дуюнов, пост сдал. Красноармеец Симочкин, пост принял. Ну что, есть вода? Так какая тут вода? По всем признакам, товарищ капитан, здесь ее вообще нет. Искать не умеете. Иди-ка так сюда. Да имеется тут вода, товарищ капитан. Ну уж мне-то, поверьте. У меня дед водяной леший. Мы с ним по деревням ходили сотни этих колодцев вырыли. Грунтова и вода здесь глубоко, понятно? Товарищ капитан, ну хотите, докажу. Вот если я найду воду, вы меня с почетом отправляете обратно, на фронт. Ну? Ну давайте поспорим. Слабо? Слабо? Ладно. Ищи. Ефим Иванович, давай-ка вылезай. Давай-давай-давай. Оп. Так. Ну и как? Да земля тут какая-то не такая, товарищ капитан. Угу. Ну не нашего богу. Но спор-то есть спор. Так что уж придется тебе здесь послужить. Это че? Че, это вся дневная норма? Вся. 300 грамм. Не, мужики. Я так не могу. Мне двойная норма полагается. Не полагается. Ну, ну подожди. Акинбаев. Коканбаев. Ну, Коканбаев. Ну сам-то не бойся. Хлещи ж сколько влезет. Наливай. Большой, да? А совесть вот. Еле видно. Иди, иди. Пасись. Да, так что же будет с водой, а? Ты же видишь, всю ночь копали. А вода где? Ну, хорошо. Я согласен. Без жилья. Даже без сносной пищи. Но без воды-то. Прократить разговоры. Саперы называется. Оттянись. Проходить по одному. Мужики. Никак через границу поперли. Это первое КСП. Контрольно-следовая полоса. Поживей, поживей. Мужики. Граница. Благода. Украинец. Благодарqu. Ромашин. Тёıyor. Ромашин. Тё��. Я вв ropes. Ромашин. На. Тёйе. В таком. Государственная граница СССР Разрешите мне посмотреть? Японцев не видно? Леша Идите в строй Окоп полного профиля По два куба на человека Симычкин, от этого камня до этого Егоров, от этого до этого Красноармейст Дуюнов, от этого камня до этого Филипп Андреевич, ну это практически невозможно Леша, перестань называть меня по имени и отчеству Да мне трудно отвыкнуть Я уже не учитель, ты не ученик Оба мы солдаты Хорошо, молодец Держи Один на отделение Спасибо А чтобы обидно не было Через час меняться Шленкин Мужики Мужики Пополнение прибыло Да какое Здесь что ли? Ну, земляк, давай Продолжение прибыло А что? Показать вам, как в Смоленской области копает, ну-ка отойди-ка Где-ка Привет Товарищ капитан! Я вас слушаю. Я слышал, вам грамотный писарь нужен? Да, нужен. Ну так вот, ну я-то как раз, я на гражданке-то ревизором работал. Ну, в системе, в торчер нет. Это что за система такая? Путельсерье, что ли? Нет, ну это приблизительно. А вообще-то я даже бухгалтера замещал. Любой документ оформлю. Тяжело? Ну, организм, товарищ капитан. Я же всегда на сидячей должности. Ну ладно, давайте лопату, товарищ капитан. Ну, вам же трудно. Нет, ну я говорю, ежели писарь нужен. А что, писарь? Писарь у нас работает наравне со всеми. Днем копать. А вечером бумаги составлять. Так что хотите... Нет, никак нет, товарищ капитан. Ну, отчего же. А я сейчас подумал. Почерк-то у меня плохой. Филипп Андреевич. Вон, смотрите. Ух ты. Спасибо. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, я знал, что это начнется, вот оно Так, в ружье? Субтитры сделал DimaTorzok Держи 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 КОНЕЦ 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 Кто стрелял? Товарищ полковник, но я за невыполнение приказа Пострадающий полковник? Ему не успели передать приказ Егоров ведь не успел? Не успели, да? Так точно не успели, я виноват Да нет же, я слышал приказ Но ведь голубь летел товарищ, опять шпионский голубь через границу Дальше полковник, этот случай я должен был предусмотреть, а солдат, он не мог иначе? Ну, солдат, твое счастье. Лёша, Лёшенька! Да как же это? Егоров! Не стрелять! Всё равно не стрелять. Повторяю приказ! Огня не открывать! Лейтенант! Диверсанты нарушили границу. Начальник застал и просит людей. Да что, он с ума сошёл? Прочесать сопки. Против нас, по крайней мере, полк. В чём дело? Опять нарушители, товарищ генерал. У Тарасенко не хватает людей. Поможем. Повторяю, пожалуйста. И там сошёл. Фотопь, ты! Повторяю, и там сошёл. О, пися! Не ровно, и там. Пусть у тебя свой ответ. Ребят, не ровно не ровно выстрелить. А, 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 а! Пусть у тебя генерал. Пусть у тебя всё-то. А ты спокойнее, спокойнее, лейтенант. Тут без этого долго не продержишься. Белые ноги. Рота, слушай мою команду. Прочесать сопки. За мной! Слышь, Егоров, а поедем по диверсантам. Огонь можно открывать, а, Егоров? Попей в водичке, Егоров. Мужики, вода! Рот, в воду! В воду! Огонь! Эй-эй-эй! Назад, назад! Куда? Открывай, люди пить хотят. Нельзя! Нельзя, говорю, нельзя, нельзя! Чё нельзя? Адак для кухни! Ну и что? Для кухни! Для кухни ещё привезёшь! Может, я скомандую? Они ещё не привыкли, что вы командир роты. Отставить! Слушай мою команду! Рота! Становись! Вот и напились! А вы кто? Пастух. Здесь овец пасет. Хороший пастух. Мамоновский я, здешний. Овцу потерял. Овцу ищет. Да и не стал бы я искать пропадьяна пропадом. Да теперь за каждую овцу можно и под расстрел угодить. Указ. А мне приказано задерживать всех посторонних без исключения. Сержант, здравия желаю. Заступись. Вспомни хлеб-соль. Встречали мы его с лейтенантом Ведерниковым. Кормил нас. Но все же полагается его задержать. Приказ есть приказ. Ну что ж, пойдем на заставу. Кто со мной? Ты, сержант? А то ведь от новобранца я убегу. Плыли комару сеники серые гуси. Да, сержант. Плохая у тебя память-то? Почему же? Я ж вас вспомнил. А пожар помнишь? Кто тебя из огня вытаскивал? Алексеев. Ай-ай-ай, Витенька. Вспомнил таки. А откуда ты здесь? Почему? Да я тебя и в детском доме проведывал. Отец твой, Витенька, живой, здоровый. Это ты врешь. Врешь. Планяться велел. Сказать кое-чего. Ну что? Ничего не заметили? Сейчас. Товарищ капитан, пока никого не обнаружили. Только чабана отправили к вам на заставу. Он не прихрамывает? Кажется, хромает. А вот тут нет ничего? Есть шрам. Ай, черт! Да пойми ты. Твой отец не виноват, что он тебя за беспризорника выдал. Он и сам не знал, уйдет ли живым. Нынче, слава тебе Господи, все вернется на круги своя. И будешь ты опять русский дворянин. А не шушер какая без рода, без племени. А где, отец? Отец. Обещал скоро быть. Очень скоро. Он что? Пытый. Банди Атамана Семенова? Банди, Витенька, бандиты. А он офицер. И не Японии, а России служит. Ложись. Тихо, Витенька, тихо. Нельзя мне к ним попадаться. Следят за мной? Давно следят. Ну что же теперь? Спасай меня, как я тебя. Уйдем за кордон. Спокойно можно уйти. Встать! Брось, Витенька. У тебя другого выхода нету. Руки. Ну, руки вверх! Я на этих руках носил тебя, Витенька. Беги. Ну, уходи. И запомни, что нет у меня отца. Нету! И ему передай! Опять стреляют. Да что же это делается, рубить твою капусту? Ну, хоть когда-нибудь-то я разок стрельну, а? Да. Подержи-ка. Так. При попытке к бегству. Добавил ты нам хлопоти, сержант. Нечаев, обыщите труп. Вечернее сообщение 15-го декабря. В течение 15-го декабря Наши войска вели бои с противником на всех фронтах. На 14 декабря уничтожено 24 немецких самолета. Разрешили товарища? Да. Я насчет топлива. Ничем помочь не могу. Железная дорога загружена. Широта крымская долгота колымская. Ты чего? Ты взгляни. Ты что, оглоблен? Поверил этому свисту? Ничего я не поверю. Вон, эскосоворотился. Зазябь я, Ефим Иванович. У меня организм холоду не переносит. Холодно? Ну так давай, грейся. Грейся, грейся. Что есть часовой? Часовой есть живой труп. Завернутый в тулуп. И выставленный на мороз. Ну да. Если мне еще тулуп. Я бы, знаешь, кум королю. Стой. Смена идет. Товарищ командир. Товарищ младший лейтенант. Присвоили. Разрешите поздравить. Спасибо. Я и правда сегодня именинник. Второй сын у меня родил. Ну да. Правда, полмесяца назад. Но письмо только что пришло. Ну ура, крикнем. Только тихо. Только тихо. Ура! Его рука. Его рука? Жена карандашом обвела. Ну мощная рука. Нет, я имею ввиду, в смысле будет. Задатки намечаются. Докладывайте, как обстановка. Никаких происшествий, товарищ младший лейтенант. Правда, плакат повесили. Так это художественный свист. Наплевать и забыть. Ясно? Не знаю. С водкой я не слышал. Но думаю, это брехня. Да ясный дел брехня. Я тебе что говорил? Брехня! А дров опять не привезли. Глянь, даже кухня топится. Ну хорошо. Я согласен, без воды. Даже без сносной пищи. Ну без тепла-то. Пойдите, а сейчас. Пошли. Пойдите. Время! 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 Не забывайте, самани! Время! 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 Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться? Что, Покенбай? Письма. Больше раздавать не буду. Возил буду. А раздает пускай кто-нибудь другой. Я не хочу у товарища младшего лейтенанта. Но ведь хорошие письма тоже приходят. Их гораздо больше. Вон как ты меня обрадовал последним письмом. Нет, товарищ младший лейтенант, не могу. Кто хочет, пускай отдает. Я не могу. Не могу. Ефиму Деметкову? Вы не подумайте, я не хотел. Нечаянно, на почту развернутое было. Ну и что в нем такого? Да я не могу. Лучше не отдавать. Совсем не отдавать. Лучше жеешь такое письмо. Сержант Соловей. Вы больны? Никак нет. Тогда в чем же дело? Людей вовремя не подняли. Часы остановились. Командуйте подъем. Рота. Подъем. Раздевайся. Выходи на физзарядку. Дежурный по части лейтенант Сведерников. Мужики. Твою мать. Ничего не знают. Мужики. Гляньте, кто приехал. Эх вы. Куда? Куда? Спасибо. Мужики. Ущипните меня. Баба. Ну то есть, женщина. Живая. Замерзли? Прослужите машину. Немножко ее есть. А куда ж столько елок привезли? Катя? Товарищ капитан, военврач третьего ранга к Беляеву прибыла для дальнейшего прохождения службы. Прохождение службы? А вы? Старший политрук Буткин. Вот мои документы. Очень хорошо. Давно вас ждем. Вы? Старший лейтенант Сергачев. Ведерников, определите командиров. А вас военврач. Я прошу остаться. Вот что, капитан. Я лучше сразу, чтобы не вводить в заблуждение. Не рассчитывайте, что я здесь останусь. Говорю по-честному. Я подал рапорт начальнику укрепрайона. Сегодня же подам рапорт вам. Так. Дальше? Я поеду на фронт. Только не надо мне ничего объяснять, не надо меня агитировать. Я работал секретарем райкома партии. Если я решился на такой шаг, значит, я обдумал его и... ...за свои действия отвечаю. Под Москвой, где решается судьба Родина, воюет танковый экипаж. Мои сыновья, их было трое. Один из них погиб. Я должен занять его место. Помогите мне. Если у вас есть дети, сыновья, вы меня поймете. Рапорт об отправке на фронт нам подавать запрещено. Но я... Я поддержу ваше ходатайство. Спасибо, капитан. Зачем ты приехала? Меня сюда прислали. Я спрашиваю, зачем ты сюда, сюда приехала. Павлик, я не обманываю. Поступила распоряжение. Ну, ладно, не притворяйся. Я отлично знаю, зачем ты приехала. Даже в письмах об этом намекала. Это что, преступление? Я думала, что я смогу помочь тебе хоть как-то. Да ну, неправда. Катя, Как ты можешь? Вы ведь школьные подруги. Я ничем не оскорбила ее память. Память? Какую память? Я верю, что они живы. Понимаешь? Ты живы! Товарищ капитан, прикажите, я тоже подам рапорт. Хотите, я уеду сегодня же? Ну, я приехала сюда не ради вас. В батальоне цинготные заболевания. Ожидаются вспышки инфекции, поэтому меня сюда прислали. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры делал DimaTorzok У нас топлива нет Но это первоочередная необходимость, это же лекарство Неужели ничего нельзя придумать? Так точно, можно Ну что ж Начнем испытывать новую технику Егоров Приступайте Пускай Вот видите, а надо, чтобы не боялись Настоящей танковой пострашнее Теренки Почем дрожжи подаешь, а? Ты сам попробуй Окопчик маленький Я же не помещаюсь Она дура слепая Комбат А ну-ка разреши у меня Давайте Егоров Давай Вас не задело? Давайте помогу Не надо мне помогать Я сам Что, плохо? Ничего, сердце Что, а белье Совсем снимать? Совсем А что, без ничего оставаться? Тогда и побыстрее, чтобы не замерзнуть Маникюр наводит Маникюр Помолчал бы Заходите Раздевайтесь Мужики Ну прям как в кино Повернитесь ко мне Откройте рот Зубы не качаются? Десна Кровь есть? Дешевый, товарищ вою врач У меня организм как часы Голокружение есть? Ноги А ноги у меня всегда были такие Насекомые есть? А лично я не допускаю Я их керосином Травлю, да Ну а что, мы культурные люди Сделаю укол Ложитесь туда, на животное Ай! Нет 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 Что хотите со мной делайте Режьте меня, стреляйте А я туда не пойду Нет Нет Я не пойду Очень больно Нет Следующий Ему как слону дробина Расплюнуть А мы тут, Терентий, думали Что ты Ради доктор Шик Ну чего Нет Не могу Что хотите со мной делать А я не могу Куда, куда, герой Уколы Испугался Ну кто Дрожжи продает Кто Я на гражданке В объединении Вторчичермет Ревизором работал Ой Голова кружится И еще вопрос Чебан был вружен При обуске Трупа был обнаружен Маузер Но он им не воспользовался Товарищ капитан Подойдите Я не знаю Что у них там Произошло Но мне думается Сержант Поторопился Почему Сержант Соловей До сих пор Исполняет Обязанности Командира Взвода Да потому что У меня батальон Неукоплектован Командиров Не хватает Кем персонально Он назначен На эту должность Мною Назначен Вами Хорошо Товарищ капитан Можете быть свободны Теперь меня интересует Красноармеец Демитков Ефим Иванович Демитков Зачисленная ваша часть 11 августа Сего года Здесь справка Что он уроженец Смоленской области И больше никаких документов Как это прикажете понимать Все правильно Он мой земляк Пожалуйста Пригласите сюда Командира третьей роты Егорова Налетай орлы Сегодня по 100 грамм Даю Что опять наварил Лесная сказка Шампанское По рецепту Военврача Екатерины Ивановны Ежики курносые А где наш стол Куда наш стол подевался Ваш стол Ефим Иванович По случаю выпивки Вылетел в трубу Живой скипидар Клопы сдохнут Мужики А вот сколько К примеру Танк стоит Ну нет Не самый здоровенный Ну так Средний Что купить что и хочешь Господи Теткин домик В три окошка А? Вот куплю себе танк И прямым ходом На фронт Демитков Демитков Я Комбат Должен тебе Сообщить Товарищи красноармейцы Сынки мои Сынки мои Вот что пишет сестра Ефима Демиткова Как пришли в деревню фашисты То согнали всех И старых и малых К дому культуры Потом привели Тятеньку Всего избитого И Расстреляли на наших глазах Люди стали кричать Тогда немцы Из автоматов По женщинам По детишкам Там Дальше написано Как Немцы убили Младшего брата Ефима Демиткова Мне уже Старому человеку Это страшно Я вот что думаю Сынки мои Хоть и не позволили нам Рапорты Об отправке На фронт подавать Но я думаю Что для лучших солдат Мы добьемся разрешения Это фонд обороны Вот полевая почта Где мои сыновья служат Не потеряй Обязательно бросись к ним Пиши Ну Держи На память Иди Ефим Иваныч На Возьми на дорожку Дружище Ефим Иваныч Счастливого пути Возьми на дорожку До свидания Буду писать Не поминайте Лихов Ну как в Ташкенте Товарищ младший лейтенант Расскажите какую-нибудь Книжку Ну для полного Вот удовольствия Да вы замучились сегодня Какие книжки? Ну Товарищ младший лейтенант Ну Филипп Андреевич Ну ладно Расскажу Была такая историческая личность Протопоп Авакум Это что? Священник что ли? Священник И один из первых русских писателей Удивительный человек И судьба ему выпала удивительная Значит вы совсем не помните своих родителей Я говорил уже, что совсем не помню Ну может какие-то детали сохранились в памяти Это был город, деревня Не знаю Ну и должны же оставаться Какие-то первые впечатления Я помню только Детский дом Детский дом Но в Белореченский детский дом Судя по документам Вы попали в 22-м году Странно, что вы ничего не помните Из предыдущего времени Я помню только как Беспризорничал Жил на вокзалах На вокзалах На каких? Вокзалы-то разные бывают Южные, северные, в Сибири, на Дальнем Востоке Эти, какие были? Не знаю Я вас вызову еще раз, сержант А вы Очень вас прошу Постарайтесь подумать и вспомнить Идите Есть Сержант Что? Извините Да я не понимаю А что ж тут особенного Ну, мерз Ну, голодал А вот, к примеру Лопатой Вкалывал Или просто так Сидел Надо заслушать, как он пишет За 10 лет много того Деды В реках Борь Боевая тревога Ружье Рота Ружье Сержант Соловей Ваш взвод давно построился Борь Психическая атака? Сейчас посмотрим. Ну, похоже, обычная провокация. На нервах играют. Паша! Ты что? С ума сошла? Бегаешь, понимаешь, по окопам в полный рост. На речке, на речке, на том. Межочки. Товарищ сержант! Товарищ сержант! Вы куда? Товарищ капитан, это сержант Соловей. Уйдет ведь. Что он делает? Там ведьминное поле. Огня не открывать! С childish спирт. Товарищ сержант Соловей. Поехали! Пуговица! Рядовой кучер! Я! Почему не сменили подворотничок? Только не успел, товарищ старший сержант! Ну так вот, наряд на кухню вне очереди! За неопрятный внешний вид! Есть! Пуговица! Вот так! Ну а вот это вот, что такое? Ну почему учебное пособие не на месте? А потому что оно дырявое! Дырявое! Ех! Эх! Ну, давай, ну, ну давай, Тюр, ну, ну давай, Тюр! Тюр, ну давай, Тюр! Тюр, ну давай! Ох, умбарки, а не шляйте мне омсыны! Коня пугать, я тебе покажу, где раки зимуют! Рачки не найдется! Ефим? Ефим Джон! Ефимушка! Ой, ежики курносые! А ну-ка! Молодец! А? Ай, стеки! Молодец! Товарищ Сташина! Молодец! Товарищ Сташина! Ну что, сообщение? Какое? Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена! Победа! 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 Мурибус! Ко уроки! Твоющий! Твощин. Марвай, Поздравляю. Спасибо. Переливай сюда, чтоб красиво было. Чего привлекла? Кантошку. Горячее. О, Катя. Товарищи офицеры. Вольно. Так вы уже празднуете. Понятно. А меня в компанию берете? Милости просим, товарищ генерал. Спасибо. А где Тихонов? Ух ты, вот это да. Кого я вижу? Да вы ли это, товарищ капитан? Разрешите? Поздравляю, поздравляю с победой. Поздравляю. Комиссар, мы не сражались на западе, но в этой великой победе есть и наш вклад. Мы сделали все, что могли верно, значит, это и наша победа. Правильно я говорю, комиссар. Да, кстати, комиссар, у тебя офицеры спиртные не балуются? Никак нет, товарищ генерал. Смотри, это что-то посуда водочкой попахивает. Ну, пойдем-ка. С тебя причитается комбат. Нашлась твоя семья. И жена, и дети. Вот, пожалуй, все живы и здоровы. Стоять. 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 А насчет медалей вы не беспокойтесь. Для вас новая чеканя. Да где уж, Ефим Иваныч. В мирное-то время. Мирное. Самураи-то продолжают войну. А кто ее прикончит? А кто ее прикончит? Самины. Самины. По-другому. Почему ее прикольную память? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok